Когда мы говорим о Второй мировой войне, на ум приходят громыхающие танки и мощные бомбардировщики. Но была одна разработка, которая могла перевернуть весь сценарий воздушных сражений. Представьте себе секретные лаборатории, где в условиях строжайшей секретности разрабатывался проект, известный как «Летающие крысы». Это была идея создать революционное воздушное средство, способное не только атаковать, но и оставаться незамеченным врагом. Работа над проектом кипела, и хотя многие технические аспекты оставались скрытыми, известно, что это было нечто вроде автономных летательных аппаратов с невероятной маневренностью. К сожалению, не хватило ни времени, ни ресурсов для реализации этого проекта. Но если бы «Летающие крысы» стали реальностью, это могло бы полностью изменить картину воздушных битв. У пилотов появилась бы возможность вставать между неприступными укреплениями и наносить удары без всякого риска встретиться с противником лицом к лицу. Встреча с такой машиной была бы настоящим шоком для врага. Но пока этот проект остался на бумаге, в мире продолжали разрабатывать новые удивительные планы, превращая кажущиеся фантастическими идеи в потенциально реальную угрозу. Скоро мы погрузимся в другую, не менее удивительную историю, наполненную амбициями и инженерными надеждами. Танки-невидимки. Представьте себе поле сражения, где неожиданные угрюмые танковые колонны внезапно исчезают с горизонта. В разгар холодной войны, когда каждое новшество могло стать решающим фактором, группа одаренных инженеров погрузилась в коварную задачу оснастить танки непревзойденной маскировкой. Проект «Танки-невидимки» рождался в умах тайных лабораторий и затерянных полигонов. Казалось, он станет очередным мифом, но теоретические разработки буквально заставляли шестеренки тех времен вращаться с новой скоростью. Конечно, невидимость в традиционном понимании была недостижима, но команда разработчиков поставила цель создать особые материалы, которые могли бы сделать танковую технику практически невидимой для радаров и визуального наблюдения. Технология, основывавшаяся на поглощении и перераспределении радиоволн, могла сократить вероятность обнаружения этих стальных гигантов. Перед военными открылись бы новые горизонты ведения сражений, где танки становились бы неуловимыми призраками на полях боя. Хотя проект не дошел до стадии крупных испытаний и внедрения, влияние его концептуального замысла продолжает жить и по сей день. Мир никогда больше не станет прежним, ведь множество идей из этой разработки были позже переработаны в современных системах маскировки. Проект танковой невидимости оказался ступенью в эволюционном пути военных технологий. Но не только на Земле разыгрывались невидимые баталии, гениальные умы также повернули свои взгляды к морскому пространству, стремясь создать нечто поистине монументальное. Супердредноуты Воображение военных стратегов всегда существовало стремление создать нечто настолько величественное, что его присутствие на воде устрашало бы любой флот. Так зародилась идея супердредноутов – кораблей, превышающих все мыслимые размеры и мощь, способных стать непревзойденными хозяевами морей. Вслед за Первой и Второй мировыми войнами сверхдержавы замышляли создать такие оплоты, которые бы не имели равных в океанах. Проектируя эти колоссы, инженеры видели возможность объединить на борту мощнейшие артиллерийские системы и передовые технологии защиты. Представьте, как такие гиганты могли бы не только оказывать неоспоримое влияние в водах, но и служить подвижными укреплениями для контроля целых регионов. В случае реализации супердредноуты могли бы переломить стратегический баланс, становясь ключевым элементом морского превосходства. Однако даже при всей грандиозности идеи такие проекты сталкивались с реальностью технологических и экономических ограничений, что решительно препятствовало их воплощению. Тем не менее, концепция столь монументальных судов оставалась в сердцах и умах военных стратегов, подстрекая дальнейшие изыскания на воде и вооружая нации идеями, отражавшими устремление их амбиций. Но и это было лишь частью глобальной гонки вооружений, где фантастические задумки не исчерпывались морскими просторами. Ведь вскоре небо стало тем местом, где проявлялась смелость и изобретательность конструкторов, готовых воплотить в жизнь самые авантюрные схемы полетов. Антигравитационные диски За горизонтом всех известных технологий времен Холодной войны таились грандиозные замыслы, будто позаимствованные из научной фантастики. Одним из таких проектов были загадочные антигравитационные диски. В глубинах секретных лабораторий, спрятанных от посторонних глаз, шли попытки оспорить саму гравитацию, силу, которая веками удерживала нас на Земле. Эти диски были далеки от привычных самолетов и вертолетов. Они не нуждались в аэродинамических свойствах для полета. Теоретики предполагали, что, овладев технологией антигравитации, можно было бы передвигаться по воздуху без сопротивления и с беспрецедентной скоростью. Возможное применение антигравитационных дисков представляло собой революцию в авиастроении и военном деле. Мысленно прокладывались маршруты, где такие машины способны незаметно и быстро проникать за линии противника, выполняя миссии, которые недоступны обычным воздушным аппаратам. Они могли бы стать идеальным средством разведки и необъяснимой угрозой для всех существующих оборонительных систем. Однако, несмотря на обширные исследования и эксперименты, разгадать тайну антигравитации так и не удалось. Эти загадочные летательные аппараты так и остались в фантазиях инженеров и адмиралов, вдохновив новые попытки преодолеть границы физических законов. Но гонка в завоевании воздушных просторов продолжалась, и за кулисами разворачивались новые попытки обуздать силу, столь же разрушительную, сколь и перспективную. Лазерное оружие технологии будущего всегда привлекали внимание как мирных инженеров, так и военных стратегов. В середине XX века на горизонте появилась идея управляемого лазерного оружия, который мог бы кардинально изменить правила игры на полях сражений. Эти устройства, словно из научной фантастики, обещали невероятную точность и мгновенную доставку энергии к цели без необходимости полагаться на традиционную баллистику. Такие лазеры могли бы поражать цели на значительных расстояниях, нейтрализуя самолеты и ракеты противника еще до их приближения. Военные видели в них бесценное преимущество – минимальные задержки, высокая мобильность и устрашающая точная огневая мощь. Внедрение такого оружия представляло бы революцию в стратегических и тактических подходах. Однако по мере разработки выяснилось, что реальность внедрения лазеров на поле боя сталкивается с немалыми техническими преградами. Громоздкие источники энергии и сложные системы наведения требовали солидной модернизации. Несмотря на это, исследования в области лазеров все же не были оставлены, закладывая основу для будущих разработок. И хотя лазерное оружие пока не доминирует на поле боя, оно пускает новые корни в самых неожиданных местах. Гонка вооружений не заканчивается, и где-то на горизонте уже намечаются контуры еще более мощных и разрушительных устройств, которые пугают своими возможностями. Рельсотроны. Супероружие. Всплеск интереса к рельсотронам пришелся на вторую половину 20 века, когда ученые и военные увидели в них возможность создать новое поколение супероружия. Рельсотроны, использующие электромагнитные силы для разгона снарядов до невероятных скоростей, обещали уничтожать цели с высоким уровнем точности и минимальными разрушениями окружающей среды. Эти установки могли бы поражать вражеские объекты на значительных расстояниях, меняя стратегический расклад на полях сражений. В теории рельсотроны обещали перевернуть представление о дальнобойных вооружениях, превосходя традиционную артиллерию по уничтожающей мощности. Именно эта технология могла бы сделать системы противоракетной обороны уязвимыми, противодействуя скрытым ракетным запускам и представив новую угрозу для агрессора. Но на практике создание рельсотронов натолкнулось на проблемы с энергообеспечением и охлаждением, задачи пока не решенные в полной мере. Несмотря на технические трудности, военные во всем мире продолжают искать способы внедрения этой технологии, ведь потенциал рельсотронов по-прежнему вызывает интерес военных стратегов и инженеров. Рельсотроны остаются символом технологий завтрашнего дня, проскальзывая в черновых эскизах и амбициозных проектах. Но даже это внушительное оружие бледнеет в сравнении с теми экспериментами, что разыгрывались на рубеже звукового барьера, обещая удивительные открытия. Звуковые пушки Заглядывая в историю военных технологий, сложно не заметить увлечение экспериментов с использованием звука в качестве оружия. Одной из таких задумок стала разработка звуковых пушек. Представьте себе инструмент, способный превращать звуковые волны в мощное средство атаки. В эпоху, когда каждый научный прорыв сулил военную мощь, эта идея пленила умы изобретателей. Исследования, проведенные в тайных лабораториях, стремились создать установки, излучающие низкочастотные волны, способные вызывать дезориентацию и даже физические разрушения. Интерес к звуковым пушкам был связан с их обещанием воздействовать на живую силу противника без применения традиционных боеприпасов. Паника и хаос, вызванные невидимым врагом, могли привести к смене тактического расклада и оказать давление на психологическое состояние вражеских бойцов. Однако, несмотря на положенные надежды, превращение этой теории в реальность оказалось сложной задачей. Технические барьеры, как то необходимость колоссальной энергии и ограниченный радиус действия, оставили звуковые пушки в разряде экспериментов. Влияние этой концепции ощущается и в наши дни, когда продолжается поиск новых методов ведения войны. Тем временем, из глубин развития звукового оружия прорастали другие идеи, такие как микропроцессорные технологии, опять-таки стремящиеся изменить поле боя с необычайной эффективностью. Микропроцессорные архетипы В разгар технологической эры, когда компьютеры только начинали приобретать значение в мировой арене, внимание инженерного мира приковала идея микропроцессорных архетипов. Представьте себе устройства, столь малые по размеру, но невероятно мощные и способные изменить ритм и способ ведения войны. Концепция состояла в создании микроустройств, которые могли бы не только контролировать технику, но и в корне изменить способы управления войсками и боевыми системами. В секретных лабораториях разработчики погружались в микроэлектронную вселенную, стремясь создать процессоры, которые открыли бы новые горизонты – от навигационных систем до управления беспилотниками и системами вооружения. Такие устройства обещали повысить эффективность боевых единиц, делая их более автономными и адаптивными в динамичных условиях полей сражений. Именно эта технология могла бы стать катализатором новых тактических подходов и стратегии ведения боевых действий. Хотя многие из этих проектов так и не достигли полной реализации, их наследие продолжается в современных системах. Благодаря этим инновациям современное поле боя стало высокотехнологичным пространством, где информация и ее обработка играют решающую роль. И все же это лишь часть великого технологического бума, развернувшегося в те годы. Череда изобретений находила применение в ремесле войны и вскоре на горизонте замаячила идея создания автономных машин, способных действовать по собственной интуиции. Беспилотные военные машины Когда технологии начали стремительно развиваться, появилась идея, будто пришедшая из фантастических романов беспилотные военные машины. Эти ранние прототипы дронов на первый взгляд напоминали миниатюрные самолеты беспилотов. Однако их потенциал вскоре превратил их в нечто большее, чем просто технические новинки. Перед инженерами и конструкторами открылись горизонты неограниченных возможностей, при которых риск для жизни солдат снижался. А боевые операции приобретали развороты, невообразимые в те времена. С появлением первых дронов военные стратеги увидели в них возможность изменить тактику ведения войны. Разведка без угрозы для человеческой жизни, возможность проникновения на контролируемые врагом территории и нанесение точечных ударов, скрытное наблюдение за позициями противника. Эти машины обещали стать ключевым элементом современного поля боя, где автономность и динамичность действий могли сыграть решающую роль в исходе конфликта. Несмотря на технические ограничения первых моделей, стремительных улучшений не пришлось ждать долго. Дроны совершенствовались, становились быстрее и маневреннее, что позволило проводить сложные операции без вмешательства человека. Это привело к настоящей революции в военных доктринах, но и это было лишь началом аппаратной перезагрузки вооруженных сил. В тени этих событий зрели идеи, которые были еще более амбициозными и сулили способности, вполне достойные самых смелых научных фантазий. На горизонте вставали проекты, связанные с изменением самого человека, живого солдата. Кибернетические солдаты Идея создания кибернетических солдат оказалась одним из самых впечатляющих проектов на границе науки и фантастики. Век технологий вдохновил инженеров и биологов на разработки, которые могли бы превратить обычного солдата в идеально функционирующую боевую единицу, сочетая биологические и механические возможности. В принципе, речь шла о слиянии человека и машины, о создании киборгов, способных выдерживать условия, не подвластные обычным людям. Кибернетические имплантаты, увеличивающие физические возможности, улучшенные сенсорные системы и усиленные конечности – все это привлекало военных, желавших повысить эффективность своих бойцов. Такие разработки, как экзоскелеты, могли бы позволять переносить тяжелые грузы с легкостью, а встроенные в сетчатку дисплеи предоставляли бы тактическую информацию прямо на поле боя. Оружие, управляемое напрямую через нейронные импульсы, сулило неслыханные оперативные способности. Однако, как и в случае со многими другими инновациями того времени, технические и этические преграды сделали реализацию этих планов сложной задачей. Тем не менее, некоторые успехи в этой области уже используются в современных армиях. Перед нами открывается будущее, где границы между человеком и машиной продолжают стираться. Но внимание изобретателей и стратегов было направлено не только на таких уникальных воинов. В тенях разрабатывались устройства, изменившие бы тактику передвижения в тщательно охраняемых зонах, ведь вскоре внимание привлекли технологии, способные поднимать людей в воздух самым изящным образом. Южноамериканский джетпак На фоне выдающихся технологических амбиций XX века особую интригу вызывает южноамериканская программа разработки переносных джетпаков. Эти устройства, которые когда-то казались воплощением научной фантастики, теперь рассматривались как потенциальный элемент, способный кардинально изменить динамику наземных операций. Проект стал результатом стремлений создать средства, позволяющие солдатам пересекать пересеченную местность и барьеры, облегчая быстрое перемещение и обретая неоспоримое тактическое преимущество. Идея джетпаков привлекала внимание благодаря компактности и мобильности. Уменьшение зависимости от традиционных транспортных средств давало солдатам способность вести внезапные маневры, обходить системы обороны противника и быстро реагировать на угрозы. Возможность передвигаться вертикально открывала дверцу для новых тактических стратегий, обещая избавить от ограничений перемещения по земле. Однако реализация и разворачивание джетпаков встречала значительные технические трудности – от проблемы с надежностью топлива до сложности управления. Несмотря на эти трудности, идеи, заложенные в основу проекта, не были напрасными. Многие принципы, разработанные в рамках программы, продолжают вдохновлять исследователей, занимающихся новыми типами индивидуальных аэротранспортных средств. В то же время, внимание разработчиков привлекли иные, еще более радикальные концепции, открывшие новые горизонты потенциальных военных схем. Попробуем заглянуть в самое сердце этих замыслов и узнать, что еще хранилось в закромах секретных институтов. Подводные городские базы В одной из самых амбициозных попыток преобразовать военные стратегии, внимание было обращено к морским глубинам. Концепция создания подводных городских баз предлагала новые способы осуществления контроля и доминирования на океанических просторах. Эти скрытые подводные сооружения обещали стать настоящими форпостами, предлагая убежище и логистическую поддержку для подводных операций вдали от глаз наземного наблюдения. Представьте себе, стратегически расположенные убежища, полностью самодостаточные, с возможностью поддерживать флот на боевой готовности неделями, а может и месяцами. Они могли бы служить идеальными стартовыми площадками для подводных лодок, осуществляя тайные миссии и регенерацию ресурсов. Эта концепция имела потенциал значительно повысить устойчивость и мобильность подводного флота при снижении сезимости от наземных баз и надводной инфраструктуры. Тем не менее, такие проекты сталкивались с огромным числом технических и экономических вызовов. Создание и поддержание полноценной инфраструктуры на дне океана требовало колоссальных усилий. Несмотря на это, некоторые идеи такой концепции находят отклик в современных разработках подводной логистики и инженерных решениях. Стремление контролировать подводные просторы остается важной стратегической целью, подчеркивая, насколько далеко воображение и технологии могут завести в поисках абсолютного контроля. Скрытые глубины продолжают таить в себе неисчерпаемые возможности, привлекая внимание самых смелых умов. Субтитры создавал DimaTorzok